Здравствуйте, уважаемые! Всем здоровьица! Часто мы даже не задумываемся над подобными вещами, а на самом деле нужно быть внимательными и не трогать руками определенные части своего тела, чтобы не переносить бактерии из одного места в другое. Итак, непосредственно по списку. Глаза. Зрение является одним из самых ценных чувств, которым мы обладаем. А потому, когда нам приходится бороться с какой-либо глазной инфекцией, это доставляет сильнейший дискомфорт. Очень часто, очень часто мы, сами того не замечая, можно сказать, привычным движением трем себе глаза или хотим вытащить соринку, попавшую в глаз. Если сделать это грязными руками, инфекция может усилить свое проявление. Задумайтесь над этим, ведь мы так или иначе совершаем эту ошибку. Далее, интимная зона. Интимная зона, собственно, так и называется, что большинству из нас, понятно, прежде чем дотрагиваться там, следует убедиться в соблюдении правил личной гигиены. Микробы и бактерии, занесенные в интимную зону грязными руками, могут вызывать развитие любого вида инфекций. Где-то область сама по себе влажная, там своя микрофлора и свои микроорганизмы. И при взаимодействии с другими видами бактерий, могут возникнуть серьезные неприятности. Уши. Руками не следует трогать и уши. Такие действия могут легко привести к внутренним повреждениям, в которые потом попадает инфекция. Во-первых, не забывайте, что в ушах у нас имеется сера. Она как раз и служит естественным барьером, защищающим наши уши от бактерий. Поэтому не стоит пытаться удалить из ушей всю серу. Если вы чувствуете, что ее скопилось слишком много, обратитесь к специалисту. Лицо. Постарайтесь не трогать руками свое лицо. Конечно, в большинстве случаев мы делаем это непреднамеренно, практически на автомате. Но нужно все-таки этого избегать, настолько, насколько это возможно. Ну что ж, на этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите еще больше интересного, а главное полезного видео на нашем YouTube-канале. Всего наилучшего. Услышимся.